ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Вот это интересно. Пополешу-ка Драман Бейсу. Просто холодно в лесу. Ну что, банится Луна. Луна, я эту Мирану всегда почему-то не знаю. А то Луной называю. Хрен знает, чем это связано. Банится Мирана, естественно. Никс Ассасин в бане от Роксов. И последний бан это ЦМ-очка. Ну и Рокскиз теперь думают, кого брать. Сейчас мы посмотрим, на что они делать будут ставку. ПРМ нужно для победы буквально отжать эту карту. И они будут, так сказом, плазновать свой первый триумф. Триумф. Первое место. Ну, только надо для начала выиграть. Шторм Спирит. Ага. Ну и в ответ собирается Пак. Забирается сразу Лайфстиллер. Решили поиграть в стандартную доту, где Шторм Спирит с Лайфстиллером разваливают кабины за счет инфест-бомбы. Есть Клакверк, Врывака, Убивака. И вместе со Штормом они также могут делать кучу грязи. Шторм, сделав Орчет, будет крайне опасен против Эмбер Спирита. Ну и вроде бы, вроде бы все смотрится очень и очень няшно. У ребят из Рокскиз. А вот Пауэрэнджерсы, взяв этого Эмбер Спирита, как бы они сейчас не обожглись сами об этого огненного героя, так как все-таки, все-таки на Эмбере надо реально уметь играть. Просто так этот герой доту не тащит. Так, 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 так. кое-какой товарищ господи сколько лау лаука как вам пикча пасаны я вот так вот играю в доту а вы думали почему я промахиваюсь хуками вот так вот я учусь играть в доту не глядя с закрытыми глазами беспалевная реклама сенхайзера но они мне ничего не платили сволочи вот рекламе после этого людей так 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 ласт бан венга это такой респект бан ибо мало ли что эти пау рейнджерсы задумают вдруг они отправят эмбер спирита в хард как это сделали роксы и отправят триплу с рубиком дисраптором и так далее куда-то с венгой воевать пик ласт бан энчантрас и теперь слово за роксами все карты на стол габлак давай два кстати очень хороших драфтера и габлак и фнг они прям ну габлак то понятное дело его уже все знают он так скажем заработал свое имя своим потом но фнг это так скажем менее именитый драфтер капитан но я вам скажу что этот парень еще себя покажет во всей красе ласт пик мунрайдер как говорит ласт мунрайдер господи как же давно я этого героя так не называл еще со времен стриминга первой доты это луна та самая луна луна светит всем и злодеем и жертвам так ну что представим кто на ком играет я тхут убирать не буду ладно можно оставить спасибо худ это круто худ то тебе зачем габлак у нас играет на бэйне в шторм в исполнении соло йол визаж бзз конечно же на лайфстиллере и сидуха к локверк у пау рейнджер смун луна джеффор рубик фнг дисруптор скендал так его называет марк на паки и чешир будет у нас шпилить на эмбер спирите ой ой да я то думал ну все понятно с этим с этим эмбер спиритом он оказывается тоже задрот еще тот судя по тому что у него есть шмотки кстати с этой шмоткой эмбер спирит выглядит гораздо лучше мне не единственное что не нравится эта пририсовка его башки такое ощущение что ее не знаю черти пойми из чего нарисовали пошла пошла потная дата рисует фнг какой-то хитрый план действий регенерация ну это регенерация по сути никому не нужна забирает ее фнг лишь бы противнику не досталось мог бы так чисто с презрением задинает эту руну и у нас будет лайфстиллер против эмбер спирита воу 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 сейчас посмотрим кстати эмбер спириту сбить флейм гвард лайфстиллер вообще никак не может то есть этот парень будет ему поджигать прямом и переносном смысле не заласхитил одного крипа потому что шел за походу пурман шел дом придется стоять один на один ну и соответственно не думаю что чешир особо огорчится потому что он со своим щиточком наносит кучу дэмоджа ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой проблемы огромные проблемы не ожидал выхода йола и вот он фирсблат вот так вот как йол сюда вовремя подошел а ведь стоял вроде об сварт но слишком поздно заметил и в итоге вышло то что вышло придется чеширу терпеть против двоих на топе сидуха сидуха живет с ним все нормально пам-бам по голове соло затрещина получал 71 кстати крипстат соло здесь 92 примерно одинаково движутся но вот так скажем более дефолтная дота в отличие от всех предыдущих игр в миде все-таки два героя которые как бы должны стоять по стандарту без всяких там дабл лайнов и грязи йол бегает то вверх то вниз кстати могут попытаться забрать скандала у него нет моды на арбу вортекс но маны слишком мало и буквально на один хит и сэйвится сэйвится шифтом с фласки отпился восстанавливает свое хп ну и в принципе доволен чуть-чуть буквально больше дэмэджа тут такое дело вортекс он как бы замедляет ну точнее дизейблит на полторы секунды но замедляет самого соло на три секунды это очень жесткое замедление из-за этого соло не успел сделать пару тычек лишних мув спиц слишком сильно понижается седой ставит коги ломает его в итоге выкидывают за эти коги но тут проели уже тропиночку пропилили гримписа на вас нет и здесь тоже он ел травосек чеширу неприятно приходится стоять против двоих он еще и фиданул если бы изначально он знал что будет стоять против двоих то не было бы никакого фида а так видите не очень приятно габлак имеет пять сотен золота второй левел поднял очень интересную тему затеял габлак что он делает 20 голды зачем-то ему нужно было срочно 20 голды это он на скролл и на тапок чтобы ему хватало но прикол в том что если бы он даже пешком бежал сразу знат на базу он бы на этот скролл и тапок ему бы хватило потому что пока бы он бежал и мы бы натикали эти деньги а так он потратил уйму времени пока бил этого маленького кентавра и получил с него совсем ничего грубо говоря габлак потратил свое время в никуда шиньки так но может быть я не так думаю как думает каблак но вот он покупает скролл в общем то видите и у него еще 80 голды сверху то есть те 20 голды ему по факту нафиг не нужны были больше времени потратил но и будут пытаться цеплять на топе оставили одного седова ему уже здесь в особо не поможешь сам себе уже взрослый третий левел поднял тяжело будет на самом деле я не знаю зачем они сейчас за этим следом дайвят все равно что никак не убьют там и коги есть чего только нет соло 20 крипов здесь 31 начинает потихоньку проседать и в лесу находит чешира который уже тихо ненавидит своего оппонента флейм гуард на три раза изучен житья ему особого не дают ли стиллер при всем том что стоят они грубо говоря там ну дабло почти триплой лайфстиллер имеет левел такой же не ниже на соло нападение соло прыгает и взрывается он на маленький рейндж прыгнул если бы прыгнул на больший рейндж может быть и выжил бы его не должна была задамажить вот эта вот штука с дримкойла найтмаром джеффора заслипили даблкил фарм лет что вытворяет вообще скандал я честно говоря половина того что он сейчас вытворил не понял я думал шторм спокойно уйди уйдет со своего ультимейта а в итоге соло не рассчитал рейндж и не задоджил дэмэдж мун возвращает обратно шторма и под переделками добить не получается вот незадача соло транжирит все свое время в никуда пренеприятнейшая такая ситуация для него бзз купил перчатку ну вполне вероятно что это будет все таки не медаса армалет но почему-то мне кажется что это будет медас зная бзз зная этого героя в принципе но имеется ввиду лайфстиллера вот он в принципе может себе вторить медас и не обломаться скандал тем временем в миде доминирует доминирует еще как устанавливается с бутыля обузит его все делает очень четко соло достаточно побитый вот у скандала уже рука чешется если честно прыжок и вот простите ну ты же было очевидно ну 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 что ж такое что ж ты солочь так фидонишь то ай-яй-яй не вовремя соло включил федора потому что игра то все-таки решающие на плечах шторма многое если шторм сейчас будет бесполезен то потом с ним инфест бомбы будут тоже не самые сильные не первой свежести так скажем но в принципе у чешира тоже все печально зато у скандала такими темпами скоро будет даггер так габлака спалили видят они габлака сайленс и габло а связать связывают и убивают габлака параллельно еще отъезжает визаж на топе которого которого кто убил фнг 5-1 начало просто отвратительное для рок скис орпо феном у эмбера терясь ты такой айтемчик себе купил учитывая ну и учитывая именно линию на которой он стоит по-моему дело такое покупать орпо феном телекинез паближе подкидывает но слишком долгий тп в итоге сайленс скандал заюзывать не успевает сколько там действует телепорт там по моему я короче не знаю сколько он там колдуется насколько там колдуется дольше колдуется чем телекинез действует как минимум второго левела уж точно так а тем временем на топе возвращает седова габлак пошел в рукопашную понял что с руки дэмоджи у него поменьше будет брейнса висит на нем тундер страйк отъезжает габлак мун живет выписывает бим и еще и седова сейчас убьют да так и есть это еще и минус седой 7 1 ужас снизу убивает чешура летит рецепт медаса молодец конечно бзз просто красава вот сейчас на его плечах очень ну от него очень многое зависит если он затащит будет последняя решающая катка потому что соло уже совсем 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 все у него печально на него надежды точно пока никакой только за счет каких-то инфест бомб в которых лайфстиллер будет в соло вносить весь дэмодж нг чуть-чуть ему до ульты не хватает вытерпливает вытерпливает так и бзз себе clarity несет какие потные дотеры да скандал до даггера осталось буквально заязть арбу вот и даггер появился все 11 минута пт даггер боттл стикинул талисман ядрить и ядреный такой получился пак крайне опасный на топе перепалка зацепили седуху пытаются убить но седуха отступает а вот фнг уже отправляется в таверну прыгает соло есть вортекс взбивая телепорт еще и седой ворвался минусует двоих и вот он соло возвращается в игру сделав килл получив ассист для него ситуация начинает выправляться мун хочет подцепить тем временем скандал на хосте не смог он все-таки ничего сделать просто тупо тп аут мун гоняет соло соло тп заязать не может ставит ну тут по моему соло приехал теперь мун за ним может гнаться просто бесконечно и бить его пивами последний прыжок доджи тычку возвращает обратно и убивает оставляет фраг чеширо медалька появляется визажа птица визаж и фамильяры появились вот уже медалька фамильяры вот этому товарищу под медалькой кабину разваливать эти фамильяры будут ух как жестко ух как жестко и не забываем про то что есть рошан которого очень легко убить роксом в силу того что они за дайр уходит эмбер эмбер децембер оп дрим койл нежданчик сайленс и бзз под рейджом понимает что надо уносить ноги в крипа залезть 5 секунд кулдауна никуда он не залезет на топе тоже начинается жесткая драка хороший ультимейт от дисраптора минусует всю вражескую команду у меня ждота лаганула сидуха минус это тим вайп это тим вайп который power rangers по-моему закрепят уже победой потому что 14 на 4 слишком жестко слишком все все прям нереально жестко складывается графики ринулись вверх 4000 золота более 4000 экспы и сейчас еще сломают т2 тавуэр и не получается за динейт ел умирает бзз пошел в бой минус скандал да гераут фнг пытался за тп что но что-то отменил свой телепорт а я не понял что он его отменил немножко непонятно может быть мискликнул но в общем сам себе сбил телепорт и все равно отъехал чешир перетянулся фармить низ здесь пока единственная проблема это то что чешир голый без айтемный вообще как у меня болят руки это что ж за хрень такая вы не подумайте я у меня просто болят руки не от того чего подумали кузнец полный дая ботом тавуэр из андра так о каблак хо соло о вернули незадача чё-то 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 рок скисс по-моему и кто-то подменил эти вот в на ум пришла вот одна песня вот это вот как как то вот так вот ну просто что делают рок скис что делает соло сколько раз он нафидонил что за хрень вообще происходит я не знаю но к сожалению к сожалению пр вообще в салате но их убивают причем не за счет там своей какой-то крутой игры да а за счет каких-то фейлов от рок скис и это видно так хотят напасть вылазить соло но там его разорвало просто мгновенно база з тоже получил кучу дэмаджа подрубает под конец рейдж но разваливается мунтом ну нормально нормально его на пенале убили только одного дисраптора ел тоже минус остается только clockwork и его хотят взять ну скандал имеет дрим куэл может не пожалеть у него что был дэмадж сайлен стычку тычку дрим куэл все-таки потратил и тп аут у кого-то уже рука дергается гг написать я думаю роксы уже практически готовы это сделать но черт подери как же штак дая ботом тава сандра так так чё там пак делает понял и и и и и и и и и Так, я секундочку отвлёкся Тут у нас очередная драка Седой попадает под фокус Седоху по идее должны забрать Но Мун под ультимейтом Бэйна В фул ультимейт Бэйна вошёл в Муна Никто его не засейвил В итоге отъезжает два игрока Power Rangers Два в два размен, Чешир сваливает Но основная ударная сила это в таверне И ультимейт с Раптера уже закончился Теперь уже бояться нечего бронь сапы Это минус Эмбер Спирит Прыгает Пак Прыгает Штурм Спирит А за ним Патма А Ро Пятибалка, кровь кишки пока Бам Кстати, надо Рэпчанский-то послушать Это же мой Мой Рэп, который я лично придумал Когда был ещё молодым и Дурачком Дурачок семи лет Паза за минус Решили немножко нафидонить скандала Скандал, доволен Ещё один килл Но правда не ему достался Прыгает G4 Нет у него маны Для того, чтобы цеплять Получает Найтмар Скандал Хочет взять Но ничего не получится Чат просто феноменален Ну давайте Пауэрэнджерс Я уже, если честно, как-то Как-то вот Мне почему-то кажется, что всё Тут уже ГГ Но судя по тому, что Рокскиз не сдаются И провели достаточно неплохой файт То хрен его знает Хрен его знает Особенно, когда у Бэйна Есть две цирклетки Хрен вообще его знает Что может произойти Сейчас Роксы пойдут Убьют Рошана Непонятно как Лайфстилер Имеет почти башер Надо как-то минусовать шторма Как-то Вот этого Дисраптора Чтобы он статик Шторм свой не вешал Иначе тогда Тогда начинаются проблемы Ну и если Бэйн Весь ульт в Муна Опять в сандалит И никто его сейвить не будет То В общем говоря Рокскиз Могут выиграть Ещё один файт И вернуться в игру Нападение на Чешира Чешир Инстакил Инстакил Завтра кстати у нас тоже будет турнирчик Финал турнира Дёте двору Финал Субтитры сделал rage И этим себя сейвит Соло мало маны, можно было бы ворваться Умуна Пока новеньких айтемов нет Игра слегка успокоилась Роксы сдаваться не собираются Уже, 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 уже Где-то 9 тысяч 10 тысяч золота Под 9 тысяч экспы Преимущества у Power Rangers По идее, достаточно, чтобы пойти И закончить Но пока они не особо горят желанием ФНГ очень интересную позицию Занял Что он собирается делать? Тарарай, 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 тарарай ФНГ доигрался Успевает Ты посмотри, как шикарно Отыгрывает ФНГ Ну просто царюга Ну что делает ФНГ? Красавец Обалдеть Поставил ультимейт И развел Минус 4 Вот так вот Вот так вот Бам 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 И скандал еще и зафармил фамильяров Ай, ну просто красопед Молодец Красавчик Кстати, инфест бомба Сейчас будет в исполнении Уже Рубика Вот, кстати, Рубику подождать Пока инфест откатит Залезть, вылезти, залезть, вылезти У него, кстати, скорее Скорее этот закончится Скорее инфест закончится А, нет У него же Кулдаун-то на втором левеле Там уже долго держится 240 секунд Так что Идут, идут Палка Палка торчит От Рубика Палево такое Загадка, да? Кто же сидит в паке И все такие Лайфстилер Лайфстилер А на самом деле Еще один Тим Вайп И в этот раз уже Рокскиз пишут ГГ Да Ну, браво Пауэрэнджерс Они заслужили Первое место Безусловно Прошли ребята По верхней сетке До этого Они выиграли Рокскиз Со счетом 2-0 И сейчас Они выигрывают Грубо говоря Со счетом 2-1 Ну, проиграли Только одну карту И выиграли две Молодцы Ну, а третью карту Им дали За счет того Что они прошли По верхней сетке Хорошая игра Получилась Хорошая встреча Мало чаги Мало чаги